Усилия Вот в этом, в сущности, цель. На это мы должны быть направлены. Каким действием я доставляю ему наслаждение. Нам нельзя забывать пример, который Баэль Сулам приводит в ведении в науку Кабала, в птихе. Пример гостя и хозяина. Когда гость, который обнаруживает, что хозяин оказывает ему любезность, делает ему одолжение, принять этого он не может. Приходит к нему состояние стыда. Он обязан прервать получение благ от хозяина и обязан произвести расчет, осознать, каким образом он ему вернет это отношение. Для того, чтобы действительно раскрыть наши истинные отношения с хозяином, мы должны выйти из скрытия и увидеть, как он рассказывает нам в этом примере. Мы должны проделать сейчас усилия, приложить усилия и прийти к этому состоянию. А как приходят? В том, что я эту форму представляю себе и стараюсь производить действия в направлении этого. Доставить удовольствия хозяину. Мне кажется, пока, что это может быть вещи, в которых нет никакого вкуса. Я не знаком, не понимаю, не чувствую. Я вас понимаю. Пока это кажется так. Да и вообще, трудно мне припомнить, чтобы было написано, что надо доставлять наслаждение Творцу. Ну да, так написано. Мне-то что с того? Но постепенно, прилагая усилия, работая в группе, человек начинает получать в этом вкус. И даже вот этот вкус, потом он уже обращается в раскрытие. Ему становится это более и более важным. Он может проверить. Чем больше ему это важно, это будет называться подъем. Если менее важно, это называется падение. И в общем, насколько это у него находится как вещь важная, что светит ему, находится в нем как забота на определенном уровне. В соответствии с этим он проверяет свой общий уровень. Все это относительно Творца. Что значит относительно Творца? Относительно того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Потому что кричать к Творцу, весь мир кричит. Яшаркель, Исраэль, прямо к Творцу. То, что ты свое действие направляешь на то, чтобы во благо Творцу, а не то, чтобы ты действовал, а не то, чтобы ты хотел себе во благо. Это уже наоборот. В этом мы противоположны религиям.